Встреча состоялась в Вашингтоне, куда глава нашего МИДа прибыл с рабочим визитом по приглашению американской стороны. Переговоры дипломатов длились около двух часов, затем Лавров и Помпео вышли к прессе. Мы подробно обсудили ситуацию в двусторонних делах, обменялись мнениями по вопросам контроля над вооружениями, по региональным конфликтам. Одной из центральных тем бесед была стратегическая стабильность. Мы обратили внимание на отрицательные последствия выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Подчеркнули, что и в нынешних условиях, после того, как договор прекратил свое существование, мы заинтересованы в том, чтобы эту сферу стратегической стабильности не пускать на самотек. Нужно расширить масштаб договора СНВ-3, нужно включить коммунистическую партию Китая, нужно обеспечить, чтобы они все тоже были готовы участвовать в процессе, который создаст систему договоров, обеспечивающих стратегическую стабильность, подобные СНВ и РСМД. После переговоров с Помпео Лавров встретился с президентом США. Беседа длилась около 50 минут, ее содержание глава нашего МИДа раскрыл уже на территории российского посольства в Вашингтоне. Особое внимание мы уделили стратегической стабильности, положению дел в сфере контроля над вооружениями и нераспространения. Сегодня ситуация очень серьезная, остался только один действующий договор между Россией и Соединенными Штатами, имея в виду договор о стратегических наступательных вооружениях, так называемый СНВ-3. И мы подтвердили наше предложение о том, чтобы этот договор был продлен, причем принять решение о таком продлении мы считаем важным, чем раньше, тем лучше. Уже до конца этого года, как недавно предложил президент Российской Федерации Владимир Путин. Лавров также рассказал, что Дональд Трамп рассматривает приглашение Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы. Среди пострадавших при стрельбе в американском Джерси-Сити нет российских граждан. Об этом заявляют в нашем консульстве. Огонь по прохожим открыли несколько неизвестных. Преступники атаковали полицейских на городском кладбище. Они убили детектива, ранили двух патрульных и нескольких прохожих, а затем скрылись на автомобиле и позже ворвались в продовольственный магазин, где также устроили стрельбу. Полицейские провели спецоперацию, в результате которой нападавших удалось ликвидировать. При этом погибли трое посетителей супермаркета.